Может производить 240 кубических метров стройматериала в час. Крупный бетонный завод начал работать на Камчатке. Там используются преимущественно российские материалы. Бетон, произведенный на заводе, будут использовать для строительства перона на новом международном аэровокзальном комплексе в городе Елизова. Перон аэровокзального комплекса Елизова составляет порядка 100 тысяч квадратных метров. Основная часть покрытия – это высокомарочный бетон. Марочный бетон отличается от рядового бетона промышленного гражданского строительства тем, что в нем здесь проектом не заложены арматуры. И к нему имеются высокие требования, помимо на сжатие, также этот бетон испытывается на изгиб. Именно высокие требования к бетону, масштабность объема поставок этого бетона и, скажем, изолированность Камчатки от материковой инфраструктуры, они стали как раз-таки основой приобретения и возведения своего собственного завода здесь непосредственно в близости к строительной площадке. Предприятие состоит из двух комплексов самостоятельных заводов, которые автономно могут работать независимо друг от друга, но объединены в единый комплекс для выдачи бетона. Каждый завод состоит из четырех бункеров приема инертных материалов, трех силосов под цемент. Этот завод у нас подготовлен к зиме, то есть оборудованы парогенераторы, он отделан сельночьми панелями для полной производительности в любую погоду. И зимой, и летом данный завод будет производить 240 кубов в час без проблем. Для контроля и подтверждения качества бетона на территории работает строительная лаборатория. Получение инертных материалов, цемента, добавок и так далее до выхода бетона любых марок. Все строительные лаборатории наши контролируют. Для работы бетонного завода все материалы, это местные максимально. За исключением песок, но песок он тоже российский, единственное, что скорее всего будет завозиться с Дальнего Востока. Заграничных материалов на объекте используется крайне мало на перроне. Это специфичное оборудование, которое в принципе имеет аналоги в странах, не только европейских, в Индии, в Китае и так далее. Добавим, сейчас на заводе есть запас материалов для производства бетона.